охренеть как вкусно просто мне нет других слов удобная функция когда можно вот это самое подходящие вещи нормальный бы человек не взял бы и выбросил кто-то конечно скажешь что котов вообще купать нельзя но знаете а тут у меня случилась беда все это смешаю и будет такой омлетик и ударная сила пара у него хорошая была шапка конечно шикарная была я даже не знаю как вот вам в этом сознаться сейчас время пол первого ночи доброе утро компания здравствуйте симочка что нос прикрыл до холода проснулся не понял привет что давай сделаем потягушки у нас кот который любит потягушки смотрите давай потягушки потягушки давай джей потягушки вот так аж голова скажи закружилась ты чего такой грустный печальный джейушка ушла саша до школу и ты грустишь и грусти дружок грусти смотрите зима ну готовьтесь дорогие мои девочки зима у нас полгода поэтому ну уж буду показывать что делать это тоже часть нашей жизни как есть тут так снег кружит ну почему камера вот вот она передает вам сейчас почему-то ровно 50 процентов от того как тут вот сейчас снежит и кружит такое уже начинает ощущение подходить наступать образовываться как ощущение нового года но видимо потому что вот как раз такие хлопья летят все укрывают белым одеялом пушистым и прям видно снежочек но снега должно быть в этом году много посмотрим посмотрим сбудутся приметы нет сороки такие какие-то летучие сегодня метель даже некоторых детей мамы не отпустили на тренировку потому что добираться не очень удобно все снежит все метет ну вот я говорю что целиком вам не передать реальную картинку ну смело 50 процентов добавляйте от того что видите и получается погода наша хаотично как-то летает снег вон сороки даже взлететь не получается она вот видите вот ну а сейчас накрыла так аж прям практически белым было так вот бедная сорока не может взлететь ее прям сдувает игорь уже на работе саша соответственно школе пятница сегодня я с утра работаю мне нужно подготовить там картинки посадить на фон попросил заказчик помочь поэтому сейчас делаю машину мы уже убираем в гараж потому что у нас дизельная машинка и ей уже холодно он там собака какая-то бегает у нас на территории появилась собака и она вот плавит постоянно особенно с утра где-нибудь знаете спите с 6 молодая видно еще какой-то такой щен подросток но красота красота на эти вон красоты тоже спят для красота я жду игра когда приедет попить кофе хочу кофе попить иди спи дальше ну и хвостиком спрячь свой носик как ты так а тут тут я запускала машинку но у меня еще добавилось пару белых вещей поэтому я ее поужнула и сейчас вот до брошу и пусть она стирает удобная функция когда можно поставить на паузу и добросить здесь я уже сняла постельное белье хочу отправить все это дело в стирку как мне нравится все таки вот это вот просто не силеной текстиля девочки ну вот трикотажная простынь я ее пользуюсь таким большим удовольствием она приятная я ее даже не глажу вот честное слово она посохла высохла я аккуратно ее сложила и потом застилаем смотрите резинка какая здесь хорошая качественная она у меня одна такая трикотажная я хочу еще заказать наверное штучки 3 я думаю будет достаточно белые не люблю цветные ну вот именно вот эту вот трикотажную простынь я рекомендую вообще вот кто любит а еще что классно здесь резинка вообще по всему периметру это прям супер супер ну и это наш покрывала и киевская тоже любимая одно стирку сейчас пойдет а второе застилю сегодня и хотела показать так это я еще не покажу это у нас покупка из сургута в рифгош этому саше покупали косметику и тут крем мой уходовый в общем это я обязательно распакую покажу вам попозже видите даже не трогаю вот как привезла лежит так и лежит спрашивали меня какой туалетной водой я пользуюсь но это действительно туалетная вода парфюмер на это не духи девочки многие говорят духи духи девчонки это все-таки не духи туалетная вода вот то что продается в литуале да вот эти большие вот флаконы многие блогеры говорят купила духи это туалетная вода парфюм духи они в другой ценовой политики и в других вообще флаконах вот смотрите мой любимый деклад очень люблю versace вот этот и на новый год саша с папой мне подарили вот этот мисс диор его я использую очень деликатно если мы куда-то идем в гости либо куда-то не знаю в общем свет когда выходим вот я его тогда и использую выглядит он вот так мне этот запах нравится и на мне он знаете как он как действительно такой изысканно вечерний что ли получается по аромату но я думаю ни для кого не секрет все знают что на каждом человеке один и тот же парфюм будет вообще чувствоваться по-разному вот это мои самые такие сейчас фавориты что всегда стараюсь держать в запасе это versace и обязательный клад клад тут у меня стоит я его покупала давно давненько тут 100 миллилитров большой я его берегу и вот тот который я брала в сургут вот здесь маленький флакон я специально покупаю маленький еще флакон для того чтобы удобно его было брать с собой в дорогу либо в сумочку в общем вот это мои самые самые любимые ароматы я не стремлюсь к тому чтобы покупать какие-то там супер дорогие изысканные ароматы покупать именно духи мне достаточно этого для моего образа жизни для моего стиля жизни вот это самые подходящие вещи еще немножко обновила косметику но по косметике у меня здесь целый ящик надо конечно делать здесь уборку все разложить прибрать но я такая что я не могу выбросить вот например этот ruby rose настолько древние еще по моему саши даже не было у меня уже была эта палетка да она просрочилась естественно она уже нормальный бы человек не взял бы и выбросил а я пользуюсь мне нравится здесь вот некоторые оттенки и здесь именно давайте вам сейчас покажу мне здесь очень нравится вот этот оттенок и вот этот темный и еще здесь я пользуюсь именно такими зелеными у меня была такая блузка зеленая и вот эти два оттенка они наиболее идеально подходили к моей вот этой блузочки так что косметики да надо наводить порядок у меня вся косметика бюджетная но вот из небюджетным можно сказать хотя ну как не бюджетно по сравнению с тем что здесь лежит вот это конечно самое дорогое и венца был эти две пудры я ими тоже пользуюсь раньше не пользовалась вообще пудрами но сейчас стала пользоваться и так слегонца при припудриваю чтобы не было какого-то там жирного блеска зеркало это моё старое зачуханное тоже из какого-то ruby rose по моему это была палетка она отломалась здесь но мне удобно им пользоваться мне нравится что тут зеркало идет по всей величине в общем ладно это я вам так показала порядок конечно еще спрашивали чем мы пользуемся и чем купаем котов вот мы купаем таким кондиционером очень хорошие по качеству и долго не образуются колтуны если например чаще купать ну хотя бы там раз в два месяца да то колтунов вообще не будет кто-то конечно скажет что котов вообще купать нельзя но знаете нужно котов купать вообще вообще разрешается допускается раз в месяц но мы купаем раз в два в три месяца поэтому вот этот шампунь очень очень хороший и он помогает шерсти не сваливаться в эти колтуны поэтому рекомендую спрашивали показываю снежок у нас метет все еще тут уже ту шапку на мило такая погода ветреная а тут у меня случилась беда в общем вот такие пятна сломался утюг и по ходу это его уже все последние дни он видите с него прям тут течет чем он отключился перестал греть и завонял не знаю сейчас сколько такие утюги стоят но мы этот покупали по моему 9000 стоил это philips мне нравится что у него здесь функция отключения времени ну если его допустим забыла утюг до ушла то он сам выключается плюс у него здесь был антикапельный такой эффект не плевался и ударная сила пара у него хорошая была и ионизация вообще никогда не пользовалась такая мне кажется бесполезная штука ну и плюсом из носика хорошо брызгал керамическое покрытие мы его чистили я за ним ухаживала но видите все что-то там перегорело что-то там завонял утюгу сейчас скажу он куплен в 2010 году считайте сами вот теперь надо будет искать новый утюг в хантах естественно не найти только под заказ привезут ну и стоимость мне кажется сейчас он тысяч наверно 12 стоит у меня вовсю там стирка идет поэтому на фоне будет машинка шуметь смотрите сейчас саша приедет с тренировки я решила по-быстрому сделать омлет ну как по-быстрому он будет 30 40 минут запекаться но изготавливать быстро в общем я взяла 7 яиц они у меня небольшие здесь практически 600 миллилитров молока сейчас все сюда взобью обязательно соль перец и еще дам сушеный базилик все это смешаю и будет такой омлетик яйца все отправляю сюда взбивать буду венчиком без миксера без блендера без всего форму я уже сполоснула смазываю форму обычным растительным маслом в рецепте конечно сливочным но я уже как привыкла и подсолнечное масло тоже нормально подходит яйца готовы даю чуть чуть базилик немного чуть-чуть перчим тоже чуточку и солим достаточно венчиком сейчас вот это дело не надо взбивать в пену в какие-то пики вот этого будет достаточно сюда вливаю молоко смешаю все этого будет достаточно теперь мы будем отправлять всю форму смазанную подсолнечным маслом и выпекать омлет как в детском саду форма мне готова маслом смазала и отправляю сюда омлетик вот такое получается количество но он хорошенечко поднимется будет пышным отправляю в духовку вот сейчас видно как зашел омлет смотрите сейчас хорошо видно как он сильно подходит высоко в два раза практически но когда мы его достанем он все равно опадет тут уж никуда не деться я уже достала омлет и вот видно как он сейчас начинает оседать опадать ну вот есть такие моменты ничего страшного на вкусовые качества это никак не повлияет шапка конечно шикарная была но все пусть остывает и потом будем его кушать омлет по тарелочкам я разложила ну вот конечно сильно попал ну ничего внутри он достаточно такой пористый все всем кто сейчас завтракает обедает или ужинает приятного аппетита друзья мои мы приехали домой и я должна вам кое-что показать я даже не знаю как вот вам в этом сознаться сейчас время пол первого ночи то есть понимаете что это ханты-мансийске пол первого ночи уже достаточно так глубоко ночь и смотрите это мы приехали из гостей лены и она нас не щадит она пытается специально нарастить целлюлит на наших жопах и животах ногах всем остальном ну знаете я даже этому не сопротивляюсь я доедаю булочку я ее начала грызть в такси на подъезде к дому девчонки это просто огонь это просто бомба особенно особенно все не нечего что-то как-то отдельно выделить что-то как-то отдельно сказать и но это просто капец если у вас среди знакомых но это катастрофа конечно это просто катастрофа это настолько мега супер гипер вкусно настолько лена мастерица и я думаю весь город нужно знать о таких вкусных булочках которые делает лена так что поддержим лену лайками и еще я попрошу подписаться на ее канал ссылочка сейчас будет вот здесь вот в правом углу экрана а еще она будет в инфобоксе поэтому заходите пожалуйста подпишитесь и лена будет делать прямые эфиры на которых она будет рассказывать и показывать делиться секретами мне слюнки текут я не могу девчонки все я доброй ночи первый час ночи я побежала доедать этот кусочек это безумно это божественно это охренеть как вкусно просто мне нет других слов приятного аппетита всем кто сейчас завтракает обедает или ужинает пока пока а